Сейчас очень модные программы детокса. Так как я в этой области немножко осмыслю, мне хотелось бы развить эту идею более подробно, разобрать, где правда, а где вымысел, что могут программы детоксикации, что они там не могут. И я люблю начинать с самого начала. Что обозначает слово? Детокс кратенько от слова детоксикация. Открываю Википедию и читаю. Детоксикация, латинская приставка де-устранение, прекращение, устранение, прекращение. Плюс древнегреческое, токсик написано, яд. То есть устранение яда, прекращение действия яда, детоксикация. В целом означает процесс разрушения и обезвреживания различных токсических веществ химическими, физическими или биологическими методами. Что такое? А, мы уже знаем, что токсические вещества – это ядовитые вещества, чтобы нам было ясно и понятно. Потому что мы, как славяне, как русские, лучше всего реагируем на наши слова, на обезвреживание различных ядовитых веществ химическими, физическими или биологическими методами. Медицинское обозначение термина детоксикация означает естественное и искусственное удаление ядов из организма. Естественные методы какие бывают? Значит, естественно, это печень очищается путем окисления. Иммунная система разрушает яды, устраняет, прекращает их действия путем фагоцитоза, связывания с белками крови. Наконец-таки, экскреторное, выделительное, экскреция – выделение. То есть, экскреторное – это выделение с помощью печени, почек, кишечника, кожи и легких. То есть, вот она система выделения. Печень, почки, кишечник, кожа и легкие. Вот особенно на этом мы и остановимся. Далее, стимулированные естественные методы детоксикации. Значит, стимулированные – это применение медикаментозных и физиотерапевтических методов, стимулирующих естественные методы детоксикации. То есть, можно применять для себя, выясняем, медикаментозные какие-то средства, для того, чтобы лучше все это работало, и физиологические методы стимуляции естественных методов выведения ядовитых веществ. Далее, искусственные методы. Какие бывают? Физические – механическое удаление из организма токсических веществ посредством очистки кожи, слизистых оболочек и крови современными методиками. Какими? Сорбционными – это гемосорбция, энтеросорбция, лимфосорбция, плазмосорбция, фильтрационные методики – гемодиализ, ультрафильтрация, гемофильтрация, гемодефильтрация. Далее, аферезные методы. Плазмофорез, цитофорез, селективная элиминация. Далее, химические связывания, дезактивация, нейтрализация и окисления, в скобках, антидоты, которые разрушают яды, сербенты, которые связывают ядовитые вещества, антиоксиданты, которые их нейтрализуют, непрямое электрическое окисление, квантовая гемотерапия. Раздел биологического введения, а биологическое введение вакцин и сыворотки крови. То есть, введение вакцин, это уже предусматривает, насколько я понимаю, воздействие на каких-то живых микроорганизмов, которые могут насыщать организм ядовитыми веществами. Очень важно подшеркнуть, что искусственно удаление токсинов из организма может рассматриваться как временная замена или стимуляция одной из страдающих в каждом конкретном случае естественных систем детоксикации. Двоеточие. Это значит монооксидантные системы печени, в скобках частично, гемособцией, непрямым электрохимическим окислением крови, ультрафиолетового облучения крови, низкопоточной мембранной оксигенацией крови. Следующее. Экскреторный гемодиализ ультрафильтрации, гемофильтрации, гемосорбции, плазмофорезом, плазмосорбции, лимфосорбции, то есть экскреторные выведения и иммунные, иммуносорбция, цитофорез, ультрафиолетовое облучение крови на калистике. То есть мы разобрались, вот в частности, разобрались так сказать с этими основами, теперь мы понимаем, что такое детоксикация, что она бывает естественная, что она бывает искусственная. детоксикация, и вот тут не сказано, что детоксикацию можно делать с помощью питания, вот тут не сказано, с подбором продуктов и так далее. А сейчас очень много различных роликов в интернете, направлений в интернете, более того, начинается промышленное изготовление детоксикационных этих продуктов, что якобы это ведет к тому, что выводит из организма ядовитые вещества, то есть в течение недели, там двух, трех. То есть мы пока с вами определились с понятием, что такое детоксикация, какая она бывает искусственная, она бывает естественная, то есть организм должен естественно работать, и появилась масса направлений детоксикации сейчас с помощью продуктов питания, особенно, хотя о продуктах питания в этой статье ничего не сказано. Раз. Далее появилась и масса статей специалистов, особенно там анализских, профессоров различных, которые говорят, что все это ерунда, что всего этого не может быть. Естественные системы выведения ядов, это через печень, иммунная система, различные экстракторные системы с помощью, опять-таки, с помощью печени, почек, кишечника, кожи и легких. Ну и плюс, это еще все можно... А, все. То есть с помощью этих систем выводится. Больше, мол, ничего там не выведется. Промывание толстого кишечника ерунда, что касается там, очистки печени, они вообще там не знают. Ну и, мол, все это ерунда. Это медики говорят. Все это ерунда. Хотя здесь имеется, видите, сколько тут искусственных, что все-таки это не ерунда. И плюс такое направление с помощью питания, делаются различные смузи, соки, пища и так далее, и тому подобное. Якобы это помогает. Медики утверждают следующее, английски особенно, что, мол, не было замеров токсических веществ до процесса очищения от ядов, то есть детоксикации, очищения от ядов. И после, насколько это все. Я со своей практики хочу сказать следующее. Когда ты проводил очищение и толстого кишечника, и печени, и применял различные иные методики, то своими глазами видел, что выходит из организма, так называемые шлаки, яды и так далее. Особенно можно обратиться к опыту полиобрыга, который на голоде собирал мочу, ставил ее отстаиваться, то есть первый день он собрал, поставил отстаиваться, на второй день собрал, на третий, так, допустим, недельку поголодал, отставил в этих баночках отстаиваться, выпал осадок, он этот осадок собрал и отдал его на исследование, и оказывается, там очень много было обнаружено действительно яда, там ДДТ, потом еще каких-то ненужных для организма веществ. Да, и самое интересное, что после, допустим, очистительных процедур, после голодания, как правило, человек чувствует себя легче, у него прибавляется сил, то есть что-то в этом есть. вот, и хотел бы более подробно разобраться в этом вопросе, для этого я покажу вам свою книжечку, вот, полное очищение организма, которая была выпущена в 2003 году, а до этого, естественно, целительные силы. И вот хотелось бы, будем говорить, вообще-то эту тему, которая подразумевает очищение организма, расширить. не только остановиться вот то, что здесь и сложено, но и более широко взять. Но сначала, сначала, сначала мы с вами почитаем про загрязнение. Очищение физического тела человека. 24 страничка. Ну-ка, что тут у нас? Если бы человеческое тело стало прозрачным, и человек посмотрел внутрь себя, он сразу бы понял причину своего нездоровья. Так, некоторые из нас могли бы увидеть внутри своего толстого кишечника до 10 кг спекшегося, прикипевшего к стенкам кишечника с прессованного кала. Говорят медики, что такого они не видали, или 1-2 литра слизи, похожей на бурые водоросли, было, в которой копошатся глисты. На стенках толстого кишечника странные выросты, похожие на медузы или грибы, так выглядят полипы. В своей брюшной полости, особенно внизу живота, они бы увидели скопление стекловидной слизи, особенно бы потряс вид, собственно, печени и желчного пузыря. Они могут быть нашпигованы камушками из желчных пигментов самого различного цвета и формы. Загрязненная старой желчью, которая превратилась в мазутообразную массу, видел своими собственными глазами. У многих почки были бы запорошены песком, у некоторых камнями, и это есть у людей. лёгкие, заполненные слизью, а гайморовые пазухи, у некоторых одним тремя стаканами гноя, и такое бывает. Но, как правило, гной не в виде жидкой субстанции, а он, как правило, жидкая субстанция высыхает, превращается в корочку, и получается, что, грубо говоря, корочка-то вроде как маленькая, но когда её начинаешь вымывать, вот выходят вот такие вот целые стаканы гноя. На странице 86 описан механизм отложения шлака в тканях и органах. Шлаки, которые не выделились главными органами выделения, желудочно-кишечным трактом, печенью, почками, лёгкими, кожей, они, кровью и лимфой переносятся и как бы складируются в тканях, где наиболее слабые циркуляторные и обменные процессы. Субтитры создавал DimaTorzok